Так, мы заметили, что там есть еще предмет. Скорее всего, опять очередной какой-то хлам. Так, забраться туда. Нужно отсюда. Леденец Гакана. Ну, среднячок. Ну что ж, я думаю, мы готовы пойти разобраться с ситименом. К сожалению, у меня всего лишь 5 бутылок. Есть, конечно, немножко драже. Так, здесь нам, в бою с ним, нам, конечно же, понадобится конфетти. Фляга пурпурная. Я думаю, наверное, и все пока. Так, блин, зря так высоко упал. Ну, возможно, еще зонт нам, конечно, пригодится. Давайте еще зонт поставим. К сожалению, смертельный удар ему нанести не получится. Ну, по крайней мере, попытаться можно. Что я умудрился умереть от страха? Надо было выпить фиолетовую флягу перед тем, как падать. К тому же, он еще и всю жизнь восстановил. Не знаю, мне сейчас... Ну что, мне сейчас может что-нибудь хватит. Будет перемещаться туда-сюда-обратно. И это не очень приятно. Ты где? Он так быстро переместился. Куда он делся-то? Фю ты, блин, он там стоял. Так, у нас закончилось конфетти. Давай, 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 давай. Дожимаем. Не успел чуть-чуть-то совсем. Будет сострадателем. Окей, заработали одно воскрешение. Выпьем пока бутыль. Сразу конфетти можно, потому что оно явно сейчас закончится у меня уже скоро. Оу, блин, прям под... Прям под фаерболл. Усчезаешь? Усчезает. Стоп. Торопыга. Давай, давай, долбим. И убегай от меня, мой ласковый друг. Не хочу тратить еще одну конфетти на тебя. Да что б ты будешь делать, блин, смертельный удар. Я умер. И он умер. И это не может не радовать. Ух! И он дает лазурит. Ну, лазурит мы уже читали. Здесь также еще статуэтка Додзе. Да, это было немножечко напряжно. Так, ну что ж, в этой части, в принципе, все. Теперь можно спокойно, совестью сюда сваливать. Так, блин, запрыгну. Окей, по старинке. Ну что ж, пора немного позаниматься дайвингом. Плавать нам придется здесь достаточно много. Ну, для начала отдохнем. Давайте немножко подготовимся. Поставим благословение Гатина. И танто. И ныряем рыбкой. Вниз. К сожалению, рыбкой нырять здесь нельзя. И я даже умудрился немножко поранить ноги. И нам предстоит обшарить весь этот резервуар. Ну, давайте начнем. Наверное, с этой части. Соберем все то, что лежит здесь на поверхности. И, кстати, это достаточно опасно, потому что здесь гельможен могут из нас высосать все силы. Здесь также плавает очень много недружелюбной рыбы, которую тоже придется кромцать. Так, здесь давайте поднырнем. Посмотрим. В этих развалинах ничего интересного нет. Глубоко пока что погружаться не будем. И здесь обидает очень большое количество карпов кои. И чтобы их проще всего поймать, нужно использовать благословение гатиина. И теперь нас будет очень сложно заметить. Здесь очень много драгоценной щуши. И даже больше, чем нам это необходимо. Ну, мы попытаемся собрать ее все равно всю. Так, один все-таки успел смотаться. Ну, ничего страшного, он сейчас появится. Давайте взглянем, что у нас тут сверху. Это самое место, откуда все началось в этой локации. И там наверху видняется еще один предмет. На верхушке затопленной крыши. Важный ингредиент для апгрейда. Так, на этой избушке стоит старуха. Так, и вроде как сверху здесь больше ничего интересного и нет. Так, у нас закончился эффект невидимости. Попытаемся своими силами убить этого карпа. В основном все самое интересное лежит вот в этих развалинах. Под водой. Здесь лежит целых три драгоценных чешуйки. И пока что в этот пролом мы не поплывем. Ну, давайте заберем этот предмет. Всего лишь глиняный осколок. Там еще что-то лежит. Еще один кусок трупного жировоска. Давайте еще здесь немного поплаваем. Да, здесь также еще есть один карп. И какой-то предмет. Такое ощущение, что карп от меня удирает на какой-то суперпердежной тяге. Оставляя сзади себя пузыри. Ценный корм. Мы такой уже находили. Это немножко другой корм. Не тот, который нам дали вельможи. Их корм как бы более ценный. Так, и что здесь еще? Ну что ж, придется сейчас погружаться в эту Марианскую впадину. Внизу еще один есть карп, но он с охраной. Есть. Все-таки его достал. Пока слишком глубоко лучше не заплывать. Легкий кошелек. И здесь у нас безголовые. Последние безголовые. Черт. Давайте немножко подготовимся. Кстати, наверху еще один предмет. Еще один ценный корм. Ну, много ценного корма нам, в принципе, тоже не надо. По-моему, максимум нам нужно было три. И у меня уже как минимум три есть. И теперь нам нужно немножко застраховать себя от страха. И здесь даже не один безголовый, а как бы безголовый и его духовная типа проекция. Лучше сначала завалить именно его вторую половинку. Централизовка у меня только что. Все куда-то не в ту сторону. Сильно не жадничаем. Два-три удара максимум. Так. Его духа завалить проще. Завалим лечиться. И уворачиваться. Вот так. И после того, как он становится один... Тут уже, как говорится, дело техники. Крепим еще немножко пестрые фляги. Так. Конфетти здесь абсолютно не нужно, чтобы снимать ему жизнь. У подводных безголовых жизнь и так неплохо снимается. Насос. О, успел все-таки на пути. Ничего страшного пузырей у нас много. Главное следить еще за страхом. Да, вот страх я как раз прозевал. Пытался пурпурную флягу выпить. Очень вовремя. Вау. Вау. О, 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 стоп, 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 стоп. Фига парень. Фух. Он меня почти достал. Да, бои под водой против безголовых протекают достаточно напряженно. Тут еще бомбелесос сработал. Фух. Хочется его завалить даже с первого раза. Благословение Якшарику. Безголовый дух Якшарику, временно сильно повышающий силу атаки за счет запаса своей жизни и концентрации. Может использоваться многократно, расходуя при этом эмблемы духа. Безголовые тени героев, которые сошли с пути праведности. Брат-близнец этого воина родился мертвым. Будь их двое, их не смогли бы одолеть. Вот именно поэтому здесь как бы второй брат имел бестелесную форму. И здесь на самом дне мы можем видеть скелет огромного карпа, которого доедают вот эти вот огромные личинки. И возможно вот эти вот личинки как раз и являются причиной заразы вод первоисточника. Все воды текут из дворца первоисточника. Они так и называются водами первоисточника, либо водами молодости. И эти воды имеют особые свойства, а эти свойства они получают от крови дракона, которая каким-то образом сюда попала. Но как она сюда попала, мы поймем немножко позже. Так вот сама по себе вода с примесью крови дракона, возможно, и не заражает каким-то образом носителя. Но вот эти личинки, которые откуда-то здесь взялись, вот они как раз, возможно, и являются причиной тех самых паразитов, которые находятся в телах тех, кто очень злоупотреблял водами молодости. Здесь еще чешуя. А также здесь бусина четок. Важный предмет, в принципе, за которым сюда не нужно было спуститься. Больше здесь ничего интересного, в принципе, и нет. Ну что ж, пора всплывать. На свет божий. Немножко смотримся. Вроде как всех карпов я перебил, хотя, может быть, и остался здесь какой-нибудь один недобиток. Давайте немножко проплывем по периметру. Ну, судя по всему, это все. Ну что ж, давайте уже продвигаться дальше, не будем застрять здесь на этом внимание. Даже если здесь что-то и осталось, то это не особо важно. Перед тем, как идти в эту пещеру, давайте используем благословение Гатиина. Это нам упростит немного жизнь. Вход, нужный нам пролом, можно определить по вот этой вот коряге, которая здесь находится на скале. Похоже, это корни великого дерева. Здесь у нас обитает великий карп. Который на самом деле очень агрессивный. Там внизу лежит предмет, но ну давайте, ладно, его возьмем. По идее, если у вас нет невидимости, нужно обходить этого карпа, используя развалины, которые находятся по краям. Ну, так как у нас есть невидимость, мы можем спокойно проплыть. И, по идее, он нас не должен даже заметить. В принципе, вот как-то так. Даже как-то не очень интересно. Давайте привлечем его хоть немного внимания, посмотрим. Его укус для нас смертелен. Он разозлился, что мы пробрались, и пытается выломать стену, но слишком поздно. Мы как бы обошли дворец с другой стороны. Попытаемся зайти с черного хода. Для начала активируем идол резчика. Эта локация очень богата на идолов резчика. Так, и я вот думаю, что да, можно отдохнуть. В принципе, ничего страшного в этом нет. И давайте что-нибудь уже изучим. У нас 8 очков навыка. Я что-то совсем подзабил на стиль храма Сэмпо. Давайте его немножко поизучаем, заодно посмотрим, какой лор содержится в его навыках. Молниеносные удары дает навык молниеносной удары, серия атак локтями и ладонями, вихрь яростных атак, наносящих противнику урон и не позволяющих ему провести контратаку. Такие удары и боевое искусство, и форма молитвы. Не совершенствуя тело, невозможно одолеть врагов Будды. Здесь также становятся доступны достаточно интересные навыки, которые дают пассивный навык добродетельный поступок, увеличивающий количество денег и трофеев, собираемых с врагов. Ну, как бы, по идее, это надо было пораньше сделать, а не уже к концу игры. Поэтому сейчас уже эти навыки не особо интересны. Вот, единственное, что эти навыки необходимо изучить, чтобы продвинуться дальше. Когда-то монахи Сэмпа использовали эту технику, чтобы изгонять из своего разума мирские помыслы. Теперь же... Теперь что изменилось? Что ж, давайте тоже ее изучим. Посвящение дает пассивный навык преданность, увеличивающий время действия храмовых леденцов. Тех, кто вызывает преданность, боги защищают дольше. Ну, такое все умения, в принципе, не так часто мы пользуемся леденцами. И удар Сэмпа в прыжке. И вот это, кстати, очень смертоносная атака. И если ее правильно использовать, то она может снимать выносливость очень быстро противникам, в том числе даже и боссам. Дает навык удар Сэмпа в прыжке. Боевое искусство в виде серии атак, начинающихся с ударом ногой в прыжке. Противовоздушная атака в сочетании с уклонением от ударов по дуге, завершающейся вихрем ударов ногой. Эту технику довели до совершенства отшельники Сэмпа. Согласно им, овладевший данной техникой достигает просветления. К сожалению, чтобы ее изучить, нам нужно сначала изучить добротетельный поступок. Теперь нам нужно еще три навыка. И последний неизвестный пассивный навык. Пока что мы про него ничего прочитать не можем. Здесь также еще один более улучшенный добротетельный поступок. Самый добротетельный поступок. Главный жрец храма Сэмпа говорит так. Ищущий просветления должен сосредоточиться на добротетельных поступках и оставить мысли о земных богатствах. Но это все было до того, как храм Сэмпа пошел не по той дороге. Ну что ж, копим три очка опыта. Ну давайте для интереса я покажу, что за молниеносный удар. Обычно выглядит так. Просто два удара. Причем они не тратят эмблемы духа. Это более усиленная версия. Треххитовая. Попробуем позже на ком не применить и мы заходим во дворец черного хода и видим здесь непристойную картину. Дельможи дворца самого высшего ранга пожирают воинов клана Аками. Похоже, не все так радужно в божественном царстве, как оказалось на первый взгляд. Расслабляющая музычка, наслаждающаяся жизнью воина Аками. А в замке здесь нам пристает вот такая вот нерадужная картина. И здесь у нас заключительная семечка тыквы. Надо будет его передать Эмми. Откроем врата. За этими вратами мы уже были, просто не могли их открыть с этой стороны. Теперь доступ открыт. И давайте отдохнем и посмотрим, что получится. к емми. Кана! Да, одна из сестер добралась до нужной точки, но, к сожалению, я уже их всех перебил. Но это все равно ее не остановило использовать свой нож. Ну и по законам жанра она как бы засыпает. Есть такое подозрение, что она все-таки, наверное, умирает, а не засыпает. Хотя всякое может быть. Может, просто устала колоть. Желание второй сестры было, чтобы мы каким-то образом освободили ее отца. Как раз давайте вот этим мы сейчас и займемся. Для этого нам нужно выйти с другой стороны. И пока что не следовать наверх, а залезть на крышу. Кстати, тоже очень неоднозначный такой проход, который как раз ведет к последней части этой локации. Вот этой левой части дворца, который может попасть именно только отсюда, если прыгнуть с края крыши и зацепиться за ветку. Ну, иногда, блин, это не с первого раза получается сделать, но очень страшно. Есть несколько попыток. Да, сейчас я даже прыгнуть забыл. Исхитрились мы все-таки, прыгнули. Дальше уже дело техники. И здесь нас даже встречают. Здесь несколько собак. И даже где-то наверху, по-моему, воина камня стоит один. Ладно, сейчас мы к ним поднимемся. Пока осмотримся, что здесь еще есть. Так, тут внизу... Ничего, только собака. С этой стороны. Линей Ацака. Тоже ничего интересного. Так, и в принципе все. Больше здесь-то и собирать нечего. Но самое главное, зачем мы сюда пришли, это... находится немножко ниже. Вот этот вот дедуля. Кстати, да, я вот видел, что на разрушенном мосту здесь лежит какой-то предмет. Но не мог крайне до него добраться. Долго ты вставал. Слук шлек. Посмотрите, на что вот это похоже. Скоро мы их увидим в волочию. Зачем я не упал вниз? Теперь придется возвращаться и обходить. Ну вот я снова здесь. Да, тут действительно был наверху один огонь, а камень. Слук он. Точнее, можно сказать, воительница Аками. Потому что явно это женщины. Судя по их голосам. Хотя, может быть, мужики такие звуки издают. Все может быть. Ну что ж, давайте уже спустимся в нужное нам место. И не будем больше подать воду. Здесь у нас еще один идол резчика. В принципе, можно отдохнуть. И поговорить с батяней. Ктулху. 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 Надо кормить, чтобы покормить, нужно позвонить в колокол. Сразу видно, что Миядзаки конкретно вдохновлялся произведениями Лавкрафта, в особенности произведениями Тень над Исмутом. Почитайте, если вам интересно. Особенно вы заметите, как он вдохновлялся Лавкрафтом, когда создавал Бладборн. Итак, у нас есть выбор, использовать ценный корм, либо выбрать самый ценный корм. И если мы хотим получить дополнительную чешую, то можно сначала покормить его обычным кормом. Получить драгоценную чешую от старца. Повторить это еще раз. Получить еще одну чешую, по-моему, если третий раз, то уже чешуем не удастся, конечно. Много кормить слишком рыбу вредно. Нужно воздержаться. Поэтому третий раз я сразу же буду кормить его самым ценным кормом. И тут выбор. Либо вы даете корм, который вам дал вельможа Харунаги из поместья Хирата. Либо корм Корамори, который находится в Божественном Царстве. И чтобы далеко не перемещаться, давайте скормим корм Корамори. Если вы могли заметить, у этого карпа какие-то человеческие зубы. Возможно, этот карп являлся ранее человеком. Больше ничего не дает, как я и говорил. То есть только два раза можно что-то получить. Так, мне кажется, ли там наверху что-то видняется. Да, здесь есть еще какой-то предмет. Еще один леденец. И после того, как мы скормили корм, давайте переместимся к вельможе. И посмотрим, что произошло. Произошло следующее. Он, как и обещал, нам оставил некий важный предмет, лазурит. Самого вельможа там внутри не видно. Но на самом деле он находится там, внизу. Он, похоже, достиг желаемого. И превратился хоть не в столь великого, но в такого мини-великого карпа. Но, возможно, он в будущем отъестся и станет таким же здоровым, как и тот карп. Особенно, если его будут так активно кормить. Но, похоже, кормить его будет некому. Он также продолжает торговать, причем начинает продавать все предметы, даже те, которые были у другого вельможи, так как тот вельможа погиб. Если бы мы скормили корм того вельможи из поместья Хирату, то этот бы вельмож погиб. В общем, в принципе, ничего не меняется от этого. Так что, если вы хотите что-то дальше покупать, к этому карпу добраться как-то попроще, чем постоянно гонять в поместье Хирата. Так, ну а мы, пожалуй, используем Идол Возвращения. Идол Возвращения. Идол Возвращения. и пока что мы ничего сделать не можем и что же произошло с нашим великим карпом чтобы это выяснить нам нужно переместиться куда бы вы думали в опустившуюся долину где мы сражались с обезьяной стражей здесь мы можем видеть огромную тушу великого карпа вы можете спросить какого черта что он здесь делает в принципе ответ прост как я уже говорил воды первоисточника впадают в опустившуюся долину именно по этой причине здесь обитала эта бессмертная обезьяна с паразитом внутри и как я уже говорил вот здесь внизу вы можете увидеть вот эти осколки моста которые как раз упали из дворца первоисточника кстати это по-моему единственный квест в игре за который дают ачивмент если его полностью выполнить здесь можно забрать большой белый ус бесценный белый ус взятый у великого карпа хоть великий карп и может жить бесконечно долго его ус можно добыть убив его кое-кто будет этому весьма рад одни при этом почувствуют облегчение от того что выполнили поручение другие радость от того что исполнилось их желание ну в принципе тут все понятно кого чье желание исполнилось а у кого будет облегчение какая ужасная пасть наверное запах тоже не очень приятный давайте опять переместимся в дворец первоисточника вместо карбешки у нас сегодня прям день перемещений и теперь можем показать большой белый ус а у меня калий Субтитры сделал DimaTorzok И он дает всего лишь божественную траву. И он нам благодарен, что теперь ему не нужно кормить этого чертова карпа. Похоже, он этим занимался уже очень давно. Если отдохнуть, то можно увидеть еще одну душераздирающую картину. Я не знаю, возможно это как-то воздух местный влияет. Но здесь все засыпают прямо на леду. Если подойти, ничего нельзя сделать. Таковать тоже нет. И давайте перед тем, как продвигаться дальше, сходим к Эмме. Она находится в разрушенном храме. Отдадим ей семя. И заодно поговорим. Может быть она скажет что-то новое. Хотя, наверное, вряд ли. Веку. 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 и можно немножко апгрейдится давайте улучшим огненный клапан окинаги выпускает короткую струю пламени продолжительный урон огнем накладывает статус горячая смола позволяет поддерживать внутри трубки постоянное горение и к сожалению нам не хватает ртути чтобы улучшить шапку в будущем надо обязательно ее сделать и вот этот веер кстати тоже очень полезен особенно если вы собираетесь что-то фармить, какие-то предметы то этот веер тоже нужно бы бафнуть позже я покажу где этим фармом при помощи этого вееры можно заниматься ну и лазурное оружие, лазурные камни, которых так мало и при первом прохождении конечно же все это оружие апгрейдить не представляется возможным за раз ну ртуть мы позже нафармим а сейчас возвращаемся в дворец первоисточника и нужно уже наконец-то сделать то, зачем мы вообще сюда пришли добыть слезы дракона там внизу что-то лежит давайте возьмем хотя это опять скорее всего какое-то барахло шар воскрешения ну в принципе не такое уж прям барахло но этими шарами изготовленными в деревне Мибу извод первоисточника не особо и пользуюсь кстати те самые леденцы, которые продавали которые изготавливали в храме Сэмпа и продавали монахи Сэмпа тоже скорее всего содержатся в какой-то степени вводы первоисточника именно они придают силу но их частое использование могло приводить к печальным результатам как раз вот эти вот благословения, вот эти безголовые скорее всего эти воины часто злоупотребляли этими определенными леденцами и в конечном итоге превратились в таких вот безголовых духов кстати здесь давайте попробуем использовать благословения Гатиина, потому что здесь сейчас будет очень жестко на самом деле в принципе это место можно вообще пробежать без каких-либо заморочек, потому что вот этих бойцов убивать это тот еще геморрой еще один дворечка его мы обязательно активируем молнии бьют прямо с неба как будто бы не желая, чтобы я дошел до нужной цели эта дама многим может напомнить Dark Souls который является неким проводником в божественное царство лох работает раз, и начинаем ну вот это как и лох это и это сейчас это и и и помните эти головы которые я вам показывал на краях крыш, за которые может цепляться было своим крюком похоже это и есть высшая ступень просветления старые драконы дерева босс на самом деле не сложный он является таким пазл боссом что наподобие ложа хаоса из первой Dark Souls там в ложе хаоса было кривое до жути, из-за этого там часто можно было умереть из-за, сколько не босса а из-за кривизны самой локации так, меня успели отравить фляга, она сама не снимает отравление она только увеличивает сопротивление для начала дубасим старых драконов пока не появятся вот эти корни после этого делаем такой прыжок вот таким вот взмахом уничтожаем сразу толпу можно в принципе этого не делать и убивать их вручную но это более муторно подождем пока они там накопятся к сожалению, эти корешки не вечные они отсыхают зачем настолько много ждите, они как будто бы чем-то болеют что эти корешки так слюна 전에 слюна слюга вот попроб Here я Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И при помощи молнии, чего же еще, мы как раз и можем его победить. Нужно отследить ветку, в которую ударила молния. Придеть на нее. Только нужно не забыть снетрализироваться на дракона, а то не попадете. И незамысловатым образом мы уже сняли ему полжизни. Он держит очень специфический меч, который на самом деле существует в реальной жизни. Продолжение следует... Продолжение следует... О нем я расскажу, но давайте, чтобы не отвлекаться от боя, потому что, в принципе... Да что ж такое-то! Скал, легкий босс. Умереть на нем реально можно, на самом деле. Его, кстати, атаки даже можно парировать, на самом деле. Но лучше от них отпрыгивать. И по самому конце он включает режим Берсерка. Сейчас самое главное пережить его бешенство. И дождаться, пока появятся очередные корни. И теперь остается нанести ему финальный сокрушающий удар. Милостивый дар слез Воспоминания Божественный дракон Божественный дракон – древнее божество Вечноцвета. Слезы Божественного дракона. Слезы, которые даровал Божественный дракон. Получить милостивый дар слез можно только с помощью клинка бессмертных. Тело Божественного дракона бессмертно. Его слезы, однажды пролитые, будут вечно сохранять свою форму. И не высохнут. Если Божественный наследник выпьет эти слезы, он узрит плод разрушения уз бессмертия. И, как ни прискорбно, Исин все-таки умер. Слезы Божественного дракона. Ключ от Тайного Прохода Ключ к Тайному Проходу, ведущему из замка Асина. Тайный проход находится у края Рва, у резервуара Асина, недалеко от Лунной Башни. Куру убежал из замка через этот проход, и волк должен следовать за ним. Куру убежал из замка Асина. Куру убежал из замка Асина. Куру убежал из замка Асина. В общем, нам нужно туда, откуда все и началось. К Тайному Проходу возле Лунной Башни. И после того, как она вернулась за МакАсина, тебе, кстати, ей можно отдать за то напиток. Но, к сожалению, она его сейчас не пьет. Она нам отдает стайное учение после того, как мы изучим какую-то ветку полностью. Ну что ж, Исин, похоже, всех переиграл. И так и умер никем не побежденным. Единственное, что его победило, это его болезнь. Давайте усилим атаку. Божественный дракон Вечно Цвета в незапамятные времена пришел. И поселился здесь, в самой древней части земель Асина. Воды, протекающие среди старых камней и под землей, позволили ему пустить корни. Так вот, давайте немножко поговорим вообще об этом драконе. Как вы могли заметить, при сражении с этим боссом у этого дракона отсутствовала одна рука. Отсюда можно сделать вывод, что как раз кровь из этой оторванной руки могла попасть в воды Асина. А так как его кровь дает бессмертие, то, соответственно, она придала некие особые силы водам земель Асина. Самым большим вопросом для меня остаются божественные наследники. Откуда они вообще взялись и содержат в себе эту самую кровь дракона? Как мы знаем, драконе Поветрия это побочное действие от силы крови дракона, вытягивающее жизненную силу из жителей Асина. То есть, чтобы что-то дать, нужно что-то забрать. Всякий раз, когда в соединенной узами бессмертия Синоби умирает, он забирает жизненную силу у жителей Асина. И как мы знаем, во времена Токеро, который был предыдущим божественным наследником, и Томое, его Синоби, они не смогли победить драконию Поветрия. То есть, земли Асина, по идее, должны были быть обречены. Но они каким-то образом умудрились умереть, при этом не найдя клинок бессмертных. Об этом ничего не говорится, единственное, что мы можем видеть, что на заднем дворе замка Асина мы видим две могилы. То есть, они все-таки каким-то образом умерли. И хотелось бы, чтобы этот пробел каким-то образом восполнили в DLC, и многие на это надеются. Но, к сожалению, что-то мне подсказывает, никакое DLC для Секира мы не увидим. Что еще хотелось бы сказать про этого божественного дракона, и про его, кстати, меч. Этот меч существует в реальности, называется он Меч Семи Ветвей, или, как его еще называют, Шичишита. И, порыскав в Википедии, я прочитал, что это один из самых загадочных артефактов оружейного искусства Древней Японии. Экзотический клинок, предположительно изготовленный в IV веке нашей эры. Сейчас меч Семи Ветвей бережно хранится в храме Иссонаками. Что еще можно сказать про этот меч? Этот меч экзотической формы и изящность конструкции явно свидетельствует, что оружие носило некий церемониальный характер. Очертания клинка олицетворяют собой один из символов буддизма – вечное дерево, часто встречающийся в украшениях правителей Древних Корейских государств. О связи японского меча Семи Ветвей с монархами Кореи также свидетельствуют фрагменты золоченой надписи, чудом сохранившейся на изъеденном времени клинке. По полустертым иероглифам при помощи рентгена исследователям удалось определить, что меч принадлежал правителю Ваа в Древней Японии. И его преподнес в дар монарх Пэк Че из Древней Кореи, как символ союза между двумя государствами. И это, возможно, как раз намек о том, что дракон, представленный в этой игре, обладающий этим мечом, родом из Кореи. Также вы могли заметить, что этот дракон очень сильно похож на змею. И давайте проведем некую аналогию. Дракон в этой игре – это божество, которому поклоняется клан Аками. Змея – это божество, которому поклоняется клан Опустившейся Долины. Как я уже говорил, у клана Аками и клана Опустившейся Долины есть много чего общего. И, скорее всего, клан Опустившейся Долины – это и есть клан Аками, который ассимилировался в землях Асина после неудачного вторжения. И теперь уже поклоняется не дракону, а змее из Опустившейся Долины. Вообще, змеи и драконы в японской мифологии очень тесно связаны. И, кстати, заметьте, чтобы сделать из дитя вод колыбель для божественного наследника, который, по сути, является наследием дракона, ей нужно было поглотить два змеиных сердца из Опустившейся Долины. В общем, все это каким-то образом взаимосвязано.